Ну что, Паша, мы с тобой снимаем очередной обзор новостроек. Готов засветиться? Сначала ты взял темп моего любимого застройщика, теперь у ГМК. Ну ты помнишь, когда летом там не было реконструкции, там скейтеры, какие-то молодежь какая-то там пьянствующая, любовные парочки. То есть это в принципе еще и на покой на твой сказывается. Короче, он такой зануда, вы его не слушаете. Значит, локация крутейшая, просто бомба. Ну давай теперь ложку дегтя добавим в эту бочку меда. Поговорим о дорожных развязках. Ну а сейчас моя любимая тема планировки. Планировки в жилом квартале Макаровский. Сейчас я пройдусь ураганом по всем планировкам, которые находятся в секции 1.5. Здесь их аж целых 5 штук. Трехкомнатная, двушка, четырешка, еще одна трехкомнатная. И аж целых 5-комнатная квартира. Сейчас все посмотрим, что в них так, что не так, что застройщик учел, что не учел. В любом случае, мои комментарии и советы могут вам пригодиться в дальнейшей организации вашего пространства. Потому что застройщик, как обычно, на планировках отдохнул. Отдохнуть тебе надо. Да некогда мне отдыхать, покуда бардак такой. Вообще как так странно. Столько много внимания уделяется на фасады, на дворовые территории, на красивые подъезды, на все то, что вы купитесь, уважаемые зрители. Ну что, мы с Иваном решили разобрать секцию 1.5. Я, поскольку занимаюсь продажами, то вижу смысл сказать свое мнение о планировках, которые, что называется, все еще на реализации. И в достаточном объеме, то есть здесь, поменяясь, шахматка от времен съемок и желтым выделены вот две планировки, 5-комнатная и 3-комнатная квартира, которые почему-то относительно всего остального дома по стояку весьма широко представлены. Касательно 5-комнатной квартиры. Вообще, квартиры там больше 150 квадратов в этой локации это хорошо. Ну, по определению хорошо. То есть, такого сегмента мало и в современных домах он пользуется спросом. Вы пользуетесь кухней, спите на кровати, ходите в ванну. Это все находится в квартире. Это все ваше пространство. Давайте разберем. Поехали! Первая квартира трешка. Называется 3Б в секции 1.5. И надо сказать, что секция 1.5 прямо углом выходит на перекресток улиц Челюскинцев-Никонова. Ну, то есть, это как раз то место, где более всего шум с улицы будет слышен. Это мне так кажется, потому что все окна из этих квартир, практически все выходят на шумные улицы. Там, где ездят трамваи, много машин и все такое прочее. Ну, да ладно. Сейчас используются современные окна с хорошей звукоизоляцией. Поэтому, может быть, вас пронесет. Сейчас о планировках. Квартира 3Б. Я буду говорить не только с точки зрения, что хорошо, а что плохо. Ну, и постараюсь сдать некоторые советы, как улучшить это пространство всех этих квартир. Заходим в прихожую. И первый плюс это обособленная прихожая. Что такое обособленная? После того, как вы попали в квартиру, более вы через прихожую не ходите. Это хорошо. Рядом с прихожей гардероб. Это хорошо. Правда, он маленький и это плохо. Половину гардероба займут шкафы. Я бы на месте проектировщиков поставил простой шкаф, тем самым увеличил бы прихожую. Вот простой такой шкаф. И это бы позволило, не потеряв функционала, сделать пространство больше. И физически, и визуально. Следующее. Идем в гостевую комнату. Во-первых, она имеет три окна. И это очень хорошо. Три окна в одной комнате это супер. Но, так как расставлена здесь мебель, это катастрофа. Делать так категорически нельзя. Все надо переставить. Кухонный гарнитур переставить, чтобы мы в этом закутке не стояли лицом в стену, а спиной гостям. Конечно же, надо все переоборудовать, поставить, возможно, остров. Стол стоит нормально. Его, кстати, можно увеличить чуток, чтобы гостей приглашать. То, как стоят диваны, кресла с телевизором, неприемлемо. Нужно переворачивать. А чтобы не делить эту хорошую большую комнату на две части, зачем? Можно телевизор спокойненько поставить вдоль стены. Идем дальше. Спальня. В этой спальне плохо то, что есть ниша из перегородок. Вот этого нужно избегать. Нужно поставить стену просто прямо. И шкаф вдоль торцевой стены. Это будет гораздо лучше. Это будет правильнее организовано пространство. И это позволит второй комнате получить правильную геометрическую форму. Что просто необходимо, если вы хотите нормальный, красивый дизайн. Все углы, все ниши, выступы дизайна не добавляют. Поверьте моему слову. И еще. Нужно бы перенести вход. Ну, нехорошо, когда заходишь в квартиру и прямо напротив дверь в спальню. Я понимаю, когда это общее пространство. Но в спальню это как-то не очень хорошо. Поэтому лучше сместить дверь в угол, а кровать переставить изголовьем в другую сторону. Следующий момент это спальня родителей, я так полагаю. Потому что здесь есть вход в свою собственную ванну. И это очень здорово, что здесь наконец-то застройщик подумал о том, что родителям нужна своя собственная ванна. Это отлично, это супер. Это двухкомнатная квартира, но их еще называют евро-двушка. Потому что кухня превращается еще и в гостиную. Ну, поэтому она и называется 3Б. Ну, типа якобы трехкомнатная. Но это здорово. Это здорово, что они подумали. Правда, расположение мебели, расстановка всех этих предметов ни к черту не годится. Надо все переставлять. Так не годится. Но сама задумка и идея, все хорошо и правильно. Теперь поговорим немного про эргономику. Того шкафа, который здесь предлагает проектировщик, конечно же, недостаточно для обыкновенной супружеской пары. Ну, вот, например, у нас в квартире шкафов в два раза больше. И у вас наверняка тоже больше. Вещей больше. И в этот шкаф они не влезут. И если предположить, куда же поставить еще один, то вы не найдете места. Больше некуда его поставить. Поэтому нужно здесь сделать перепланировку, поставить шкаф, допустим, вот так. Второй шкаф вот так. Это превратить в гардеробную. Дверь в ванную сместить. И тогда эта квартира превратится, в общем, в достаточно удобную, комфортную и уютную. Надо немножечко сделать перепланировку. В этой квартире я не вижу стиральной машины. Видимо, проектировщик забыл ее просто-напросто указать. Но в качестве совета я бы посоветовал убирать ее в какую-то кладовку, пускай она будет в коридоре. И ни в коем случае не ставить ее ни в санузел, ни в ванную комнату. Последняя, пожалуй, комната ванная. Она гостевая, она же для ребенка, по всей видимости, который будет ей пользоваться. Здесь душевая кабина, унитаз, биде, раковина. Расположение катастрофически дебильное. Так делать просто нельзя. К сожалению, в вашей квартире все эти выводы уже будут сделаны. Вот именно под такую расстановку. И вам придется все переделывать, чтобы расставить нормально. Ну скажите мне, пожалуйста, когда вы заходите в помещение и сразу же упираетесь в унитаз, который стоит боком. Это что, хорошо? Это отвратительно? Далее за ним зажат в угол предмет под названием раковина. Ну разве так делается? Ну конечно же нет, так делать нельзя. Здесь все нужно разворачивать. Никакого смысла именно в таком расположении нет. И расстраивает то, что вы, дорогие зрители, покупатели квартир, это покупаете. Потому что вам говорят, да-ка что, расставите потом, как вам надо. Ну конечно вы расставите. А может и не расставите, будете так жить. Конечно вы привыкнете. Через месяц уже и замечать не будете. Но что вы не будете замечать, как это вас раздражает и постепенно бесит. И вот это накапливается, накапливается, накапливается. А потом выплеснется. На детях выплесните вот это недовольство. На родственниках. Следующая квартира 3А. Что хорошо для Макаровского квартала, учитывая нюансы проекта, выходит окнами во двор. Не на челюскинцев. Почему-то все-таки опять же активно представлено еще в ассортименте по этажам. На мой взгляд, здесь не сильно удачная история. Я думаю, что Иван здесь гораздо более глобально разрисует, как это все можно преобразовать. Заходим в квартиру, попадаем в большую прихожую. И сразу же при входе гостевой санузел и гардеробная. Что делает эту прихожую проходной. Да и вообще мы будем все время вот так ходить. То есть это неудобно, плохо, некомфортно, так неправильно. Не должна быть прихожая проходной. Но что поделать, придется вам с этим жить. Гардеробная очень маленькая, 3 квадратных метра. Это фактически 1,5 на 2 метра. Но увеличить ее нельзя. Либо за счет нее сделать больше санузел, либо за счет санузла сделать больше гардеробную. Выбирайте сами. Я бы гардеробную больше сделал, потому что в гостевом санузле... Нет, нельзя. У нас больше нету здесь гостевых санузлов. Он один. Поэтому нужно его, конечно же, оставлять. Но есть напротив входа какой-то шкаф очень глубокий. Видимо, это такая своеобразная гардеробная. В принципе, это хорошо. Ну пусть остается. Здесь зато в этой квартире хорошо то, что сразу близко ко входу гостевая зона. Но она абсолютно без естественного света. То есть вот здесь какой-то проемчик, частично это вместе с балконом. То есть вот тут расстояние довольно сложно прикинуть. Но вот этот угол, это единственное место, куда попадает естественный свет. Опять же, там около 35 квадратов пространства. Стол, где вроде как сидит молодая семья, обедает, он уже по умолчанию вообще там далек от естественного света. Так как мы больше всего времени проводим за готовкой и за принятием пищи, а когда мы смотрим телевизор, то нам солнечный свет-то, в общем-то, не так уж и важен. Но логику поняли, да? Солнечный свет нам все-таки больше пригодится тогда, когда мы едим и готовим еду. Поэтому стол и кухонный гарнитур нужно смещать как можно ближе к окну, которое здесь катастрофически маленькое. Оно в углу комнаты, и эта комната будет всегда темной. Безусловно, наверное, кто-то скажет, что можно сделать там сезонирование искусственным светом. Там плафоны, несколько точек освещения и так далее. Но в моем понимании это решение весьма спорное в нарезке. И лучше бы кухня-гостиная была, наверное, вот где-то здесь, здесь какая-то спальня. Я здесь перекраивать этаж не берусь, это все-таки не совсем моя работа. Но вот конкретно здесь, в этом решении, я считаю, самая большая слабая точка, это вот она. Во-первых, окно в углу здания. Во-вторых, оно в углу комнаты. И в-третьих, оно маленькое. Здесь будет очень темно. Поэтому, чтобы сделать более-менее нормально, мы сдвигаем стол к окну, кухонный гарнитур тоже ближе к окну. А вот диван с телевизором нужно убрать сюда. Но ведь когда вы смотрите телевизор, вам не нужен, в общем-то, солнечный свет. Скорее, он мешает смотреть телевизор. Ну что она шла как хранилище? Давай веси Лины. Следующее. Идем в спальни. Идем мы в них через коридор. Опять коридор. Вот этот коридор метра три квадратных. Зачем он нужен? Непонятно. Ну уж такая планировка. Так придумали. Но я не верю, что в 120 метрах нельзя было придумать иначе. И не надо мне говорить, что нарезка этажа, коммуникации. Когда вы дом планируете, можно и по-другому шахты вентиляции расположить. Включите голову. Так вот здесь коридор целых три, а может даже четыре квадратных метра. Четыре квадратных метра это 400 тысяч рублей. Покупая эту квартиру, мало того, что вы покупаете темную комнату без света, вы еще и выкидываете 400 тысяч рублей. Никто ведь вам не предлагает вычесть эти деньги из стоимости квартиры. Нет. Покупайте коридор. Покупайте. Из коридора мы попадаем в первую спальню. И хорошо, что здесь ванная прямо в комнате. Это же здорово. Но это правда здорово. И она большая, она почти 9 квадратных метров. Это мечта. И она с окном. Вот это огромный плюс. Ребята, вот здесь вам 5 баллов. Ванна с окном и 9 квадратных метров. Пятерка. Садись пять. Немножечко поправить конфигурацию. Немножечко расставить по-другому. Чуть-чуть придумать гардеробную. И будет все круто, классно. Просто все зашибись. Идем в следующую спальню. И кстати, идем опять через коридор. Через коридор. Да что ж. Что вы. Ну зачем. Ну почему вы не можете по-другому это придумать. Но зато в этой спальне тоже есть своя ванная комната. Если предположить, что это будет детская. То у них будет свой небольшой санузел с ванной, раковиной и все такое прочее. Это замечательно. Молодцы. Вот здесь подумали. Хорошо. Пятерочка. Идем в следующую квартиру. Сейчас двухкомнатная квартира называется 2А. В секции 1-5. Что здесь есть? Есть гостиная, кухня, два санузла и спальня. Ну если предположить, то эта квартира наверное подойдет для семьи и двух человек. Ну пока еще детей не завели. Ну или может быть если это еще совсем маленький ребенок, который спит рядом с родителями в кроватке. Что здесь есть? Большая прихожая. Она же холл. 12 квадратных метров. Это хорошо. Что плохо? Плохо, что через эту прихожую мы будем ходить по всей квартире. Вот это нехорошо. А в кухню мы будем ходить постоянно и все время через прихожую. И в гостевой санузел мы будем ходить постоянно. И тоже через прихожую. Ну в общем вы поняли. Это плохо. Вот в предыдущей квартире этот вопрос решен гораздо интереснее и правильнее. Возвращаемся в гостиную. Здесь предложение следующее. Разделить кухню и гостиную на разные помещения. Честно говоря, я всегда против таких решений. Потому что в маленьких квартирах, чтобы добиться большого общего пространства визуально, физически, нам бы лучше конечно объединить кухню и гостиную. Но у нас ведь нет отдельно кухни с прислугой, отдельно столовой, где мы ждем, пока нам подадут все эти кушания отдельно зала для просмотра телевизора, отдельно зала для танцев и так далее и так далее. Нет, квартиры маленькие, поэтому мы должны совмещать функции. Но это мое мнение. Вы конечно можете не согласиться. Кстати, напишите в комментариях, как вам больше нравится кухня совместно с гостиной или раздельно. Но зал достаточно большой, 17 метров, это позволит все свободно и с комфортом расставить. Кстати говоря, здесь расставлено хорошо, симметрично, нет никаких дебильных угловых диванов. Поэтому переходим в кухню. На кухне не так все хорошо, как в гостиной. Почему? Потому что опять этот странный угловой способ расстановки кухни. Когда можно было бы расставить по-другому и гораздо удобнее. Но посмотрите сами. Прямоугольная форма кухни. Кстати, не такая уж прямоугольная. Есть вот этот закуточек, который я всегда говорю, что нужно сравнять, чтобы получить прямоугольник. Но вот эти все выступы всегда плохо в дизайне. Возвращаемся к расстановке мебели. Если мы проведем вот так диагональ, у нас получится, что в этой диагонали стоит кухня углом, а в этом углу стол. С точки зрения композиции это плохо. Лучше делить вот так, чтобы стол стоял в этой части, а кухонный гарнитур в этой. Это позволит вам поставить любую мебель, я имею ввиду в плане денег. И это будет смотреться хорошо. Конечно, хорошо, если эта кухня дорогая, красивая и все такое прочее. Но даже если это недорогая кухня, сама по себе композиция будет вас радовать. Вот. Поэтому дизайн должен быть с мыслью. Гостевой санузел, унитаз, раковина и душевая. Все расставлено так, что будет очень тесно. Невероятно тесно. Скорее всего, нужно душевую отсюда убирать. Ну а зачем она? Если здесь два человека живут, то душевая в гостевом санузле и не понадобится. Идем в спальню и попадаем в гардероб. Гардероб немножко странный. Здесь зачем-то поставили стенку для того, чтобы в него можно было заходить. Зачем? Этого делать не нужно. Нужно убрать стену, поставить шкафы друг напротив друга, немножко сместить дверь в ванну. Вы получите хороший гардероб и нормальный вход в ванну. Ну, конечно же, расположение сантехники, ну, кроме смеха, ничего не вызывает. Ну, скажите мне, как вы будете пользоваться унитазом, который вплотную стоит вот к этой раковине? Как? Как вы туда сядете? Ну, представьте, что вы сели все-таки, но когда вы будете вставать, вы обязательно лбом ударитесь об край раковины. Ну, это же надо было додуматься так поставить. Это даже с точки зрения логики ни в какие ворота. Рассматриваем следующую квартиру. 4А, четырехкомнатная квартира в секции 1,5 жилого квартала Макаровский. Первое, что я вижу в этой квартире, это катастрофически маленькую прихожую. Ну, это же кошмар какой-то. Посмотрите, ну она же маленькая. А еще, если вы поставите шкаф, то это будет даже не прихожая, а какая-то коробка из-под холодильника. В 144 метра неужели нельзя было найти место под прихожую? Прихожая это, ну, как лицо квартиры. Она должна быть соразмерна в вашей квартире. А вы покупаете 144 метра, а заходите, ну, в лучшем случае в прихожую, как в хрущевке. Но там все было маленькое, и прихожая маленькая. А здесь-то большая квартира. Так нельзя делать. Прихожая должна быть большой и просторной. А здесь, ну, что это какое-то извращение. Но зато дальше мы попадаем в холл, который аж целых 20 метров. 20 метров. Ну, почему нельзя было сделать так, чтобы 10 метров холл, 10 метров прихожая? Голову включайте. Кстати, вот из этого кусочка, который тоже отойдет в прихожей. А шкаф, скорее всего, будет больше. Вот, скорее всего, до угла. Видите, какая колбаса у вас будет? Колбаса в виде буквы Г. ГОВАНЬЕ БЕСВКУСНО. Это ГОВАНЬЕ. Из которой вы будете попадать на кухню. А кухня... А, здесь мы проявили креатив, да. Здесь из дальнего угла кухонный стол сместили в другой угол. Тем самым, сделав композицию еще хуже. Стол нужно ставить по центру. Запомните. Тем более, помещение позволяет. ГОСТИНОЯ. В ГОСТИНОЙ опять более-менее все хорошо. 20 метров практически. Мебель стоит симметрично. Это правильно. Но, опять же, в большой семье разделять гостиную, кухню... Зачем? Ну, зачем? Ну, мы же заводим семью, чтобы проводить время вместе. Общаться, делиться новостями, сплетничать. А как мы посплетничаем, если муж на диване футбол смотрит, а жена котлеты жарит? Как? А ведь все время так и происходит. Как протекает жизнь в среднестатистической семье? Вечером готовится ужин. Как правило, жена. Муж, скорее всего, смотрит телевизор. Либо сидит на кухне вместе с женой. Тогда зачем нужна гостиная, если в ней никто не находится? В общем, делайте выводы сами. Идем в приватную часть. То есть, в самые интимные зоны. Спальни. Сразу же отмечу. Хорошо, то, что аж в двух спальнях есть свои собственные ванные комнаты. Это очень круто. Это очень правильно. И это невероятно комфортно. Ребята, ну это то же самое, как раньше ездили на девятках в девяностые считали это самой крутой машиной. Но как только пересели на Мерседес, сразу же поняли, что в девятки ездить просто невозможно. Потому что вот уровень комфорта. Кожа, кондиционер, мягкая подвеска, переключение скоростей. Все удобно. Но этого никто не знал, пока не поездил. Так вот, те, кто поживет в такой квартире с такими вещами, как отдельная ванна в своей собственной спальне, поймет, что пересаживаться в старую квартиру нельзя ни в коем случае. Поэтому здесь зачет. Но разберем, как это сделано. А сделано это катастрофически хреново. Ну почему так делается, я до сих пор не понимаю. Ой, первая спальня. Вход из холла. И первое, что мы видим, это изголовье кровати. Так делать нельзя, неправильно. Нужно кровать переставить. Во-первых, это с точки зрения психологии, нам некомфортно здесь лежать, когда напротив нас дверь открыта. А во-вторых, с точки зрения эргономики, это неудобно. Потому что нам нужно вот так обходить кровать все время. Зачем это нужно делать? Зачем? Переставь кровать и спокойно вот так иди. Следующая спальня, которая напротив. Мы попадаем в некий закуток, который представляет из себя гардеробную, по всей видимости. Ну, у меня, конечно, большая претензия вот к этой форме. Она какая-то катастрофически нелогичная. Вследствие чего пропадает очень много полезной площади. За которую, кстати, вы платите 100 тысяч рублей. Ну, плюс-минус. А здесь, ну, квадрата 2 бесполезно, бестолково использованной площади. То есть, 200 тысяч рублей вы выкинули, по моему мнению. Ну, ладно. Зато есть отдельная гардеробная с небольшим шкафом. Но есть. Из этой же гардеробной вход в ванную с дурацким расположением сантехнических приборов. Ну, и оттуда в спальню. Напомню, главное достоинство этой комнаты то, что есть отдельная гардеробная и есть отдельная ванная. Это хорошо. Есть еще один плюс. В этой квартире из двух комнат окна выходят на улицу челюскинцев. Вот здесь прямо она под окнами. Но за счет того, что здесь балконы и еще один ряд остекления, это создает дополнительную звукоизоляцию, потому что появляется звуковой буфер. Это хорошо с точки зрения звукоизоляции. Идем в последнюю спальню. Здесь принцип тот же. Есть шкаф на входе, ванная, гардероб и спальное место. Не понял. Зачем отдельно шкаф, если есть гардероб? Это странно. Как бы я здесь сделал? Я бы убрал этот шкаф и увеличил гостевой санузел. Сделал бы его попросторнее. Ну, потому что все-таки гостевой санузел это же то место, по которому оценивают, можно сказать, статус нашей квартиры. В гости заходят. Они должны зайти в приятное и непривычное глазу помещение. Последняя спальная комната. Что нужно сделать? Во-первых, убрать шкаф, передвинуть стенку из санузла и таким образом увеличить гостевой санузел. Но куда деть эти вещи? Нужно увеличить гардеробную, сдвинуть вот эту стеночку ближе к кровати. Но ведь мы в спальне немного времени проводим, правда? Фактически мы там только спим. Поэтому много места для спальни не обязательно. Ванная комната. Опять это уродское размещение сантехники. Нужно все переделать. Но идем в следующую квартиру. 5А говорит нам о том, что это 5-комнатная квартира. И ее мы сейчас разберем. Эта квартира 182 квадратных метра. Смею предположить, что она стоит 18 миллионов рублей. Ну, в ЖК Макаровский квартиры стоят плюс-минус 100 тысяч за квадратный метр. 18 миллионов рублей. Плюс-минус. Отдав 18 миллионов рублей, вы попадаете в колбасу. Длинную, вытянутую, некрасивую, кошмарную. Ужас! Как так можно делать? Который к тому же заканчивается еще какой-то проходной гардеробной комнатой. То есть в сумме это почти 35 квадратов. Каждый из которых на секундочку стоит больше 100 тысяч за метр квадратный. 180 метров. Что? Нельзя сделать нормальную прихожую? Зачем вот это нужно? Зачем? Кстати, вот эту часть квартиры можно было даже и в прихожей оставить. В подъезде. Но зачем? Вы ей никак пользоваться не сможете. Кроме того, как вбить сюда гвоздики в стену и повесить одежду. А этого делать нельзя. Как только одежда висит на гвоздиках, быстрый гардероб, то это сразу же вносит нотку дискомфорта. Ну бардак. Не должна одежда висеть как попало. Аккуратненько в шкафчик, в гардероб. Дизайн это порядок. Согласны? Напишите, как у вас дома. На гвоздиках или в шкафу? Мне интересно. Возвращаемся к квартире. Я считаю, что вот эту часть можно было оставить и в подъезде. Потому что она абсолютно бесполезная. И даже правильнее ее ставить в подъезде. Во-первых, мы бы сделали короче коридор, мы бы сделали правильнее форму и мы бы сэкономили деньги тому, кто покупает эту квартиру. Здесь метра четыре, а это значит 400 тысяч рублей бесполезной площади размером с коробку холодильника за 18 миллионов рублей. Вы понимаете? Это какой-то позор. Стыдно, товарищ. Более неудачный коридор я видел только в жилом комплексе Тринити, где там был 35 квадратов коридор с четырьмя такими темными углами и течными комнатами абсолютно нефункциональными. Заходим дальше. И видим малюсенький шкафчик. Ребята, давайте подумаем логически. Эту квартиру будет покупать семья большая, у кого много детей. Раз, два, три спальни. Это как минимум четыре человека. А может даже и пять. А может даже и шесть. По двое детей в каждой комнате. Вот скажите мне, пожалуйста, пять человек, как они должны запихать сюда всю свою одежду? Как? Да никак. Она не влезет. Она будет висеть на гвоздиках. Вот поэтому, нате вам этот хвост. Какой хвост? Хвост? Она будет валяться. Вот здесь батарея обуви будет. Вот вдоль этой стеночки я даже вижу, я даже вижу, как обувь будет вот так стоять а еще потом дизайнера попросит сделать полочку сверху и там тоже будет обувь а потом еще полочку сверху и там будут шапочки потому что мест нету здесь должна быть большая гардеробная а не вот этот микроскопический шкафчик маленький детский бесполезный вот так надо здесь гардеробную делать чтобы сюда заходить раздеваться понимаете зато в этой квартире есть плюс в ванной с окном это очень круто ванная с окном это круто но не круто что дверь из ванной прямо напротив спальнего места вот лежите вы на кровати перед вами открылась а там кто-то стоит и зубы чистит кстати хорошо если зубы чистит а то может и другими делами заниматься кстати говоря здесь две симметричные спальни и они находятся в одинаковых условиях у каждой маленькая гардеробная и у каждой маленькая ванна зато с окном это хорошо со стороны прихожая есть гостевой санузел это хорошо а есть кладовочка кстати это тоже хорошо стиральная машина уборочный инвентарь прекрасно туда влезут нехорошо то что это длинная вытянутая колбаса как я уже сказал в которой шесть дверей раз два три 4 5 шесть ошибся вот 7 7 дверь в 7 дверей в таком помещении это передоз друзья так делать нельзя надо как-то по-другому надо сделать перепланировку и срочно еще в этой квартире мне не нравится то что гостевая часть дальше всего от входа а спальные комнаты они ближе всего к входной двери это неправильно ближе всего к прихожая должна быть именно гостевая часть вот как в этой 3 а называется вот здесь сразу гостевая рядом со входом это правильно но потому что пришли к вам гости пришел к вам сосед и что вы его должны мимо всех спален провести а если я в этот момент выбегаю в неглиже и что в общем так нельзя но тем не менее что есть как говорится то есть что касается вот этой кухни которая вроде как большая вместительная то наверное это уже у меня опыт взаимодействия с иваном я здесь вижу очень мало рабочих площадей для техники для хозяйки короче говоря и что я вижу что это господи зачем почти вот что это такое кухня заткнуто в какой-то дальний темный угол под диванную зону оставлено как это маленькое тесненькое место и бесполезное пространство в виде угла куда видимо может стол поставят я не знаю на проходе прямо а может быть вот сюда здесь в торце кстати обратите внимание а вас позаботились и сделали дополнительную гардеробную а может быть нет может быть знать что это это места хранения продуктов некоторые хозяйки просят сделать кладовую кстати классная тема кладовая просто не всегда места хватает а здесь пожалуйста кладовая правда при этом кухня маленькая ну вот такусенькая как на ней готовить для семьи из пяти человек честно говоря я не очень представляю там кухня должна быть большой большие кастрюли всякие приспособления у кого много детей вы же меня понимаете но напишите в комментариях прав я или нет какая у вас кухня слушайте сто восемьдесят два квадратных метра вот такусенькая кухня но я такого изврата еще не видал кухня должна быть большой а все почему а потому что здесь добавили помещение чтобы эта квартира превратилась в пятикомнатную что вам скажут в отделе продаж вам скажут ну так вы сломаете стеночки у вас станет большая удобная светлая комната но в общем то логично но когда много детей и люди покупают эту квартиру ради того что здесь есть дополнительная комната как они ее будут сносить куда они детей поселят на мой взгляд очень неудачная планировка прямо вот пожалуй самая неудачная из всех которые здесь есть а могла бы быть очень классной и востребованной к нам очень много приходят заказчиков с большой семьей у кого по три и по четыре ребенка в семье и они не могут найти себе нормальных адекватных квартир чтобы с комфортом разместиться и они это понимают на каком-то даже интуитивном уровне это даже не мое мнение ведь это они приходят люди и говорят мы не можем найти себе нормальную квартиру у нас трое детей нет удобных планировок отвечающие нашим требованиям а ведь требования простые комнаты детям со своей территории со своей ванной территория родителей то есть мастер спальни хорошая комфортная просторная светлое общее пространство и много мест хранения все сделайте это и люди к вам потянутся уважаемые застройщики мое ощущение что из пятикомнатной квартиры точно можно было сделать что-то другое чтобы семья огромная с более трех детей наверное да при таком функционале но она как-то ощущала себя не в пещере 30 квадратов ну не знаю метров наверно 10-12 это просто линия в которую надо идти в которой ничего не расставить может быть круто там на самокат этом ребенку но честное слово то есть не интересно услышать мнение зрителя об этой планировке потому что на мой взгляд иван наверняка подскажет как из этого что-то достойное сделать но сейчас это смотрится как пустая трата трехсот пятидесяти тысяч минимум на коридор который абсолютно не функционален и даже не дает какого-то ощущения простора то есть бывают большие прихожие которые квадратные не хотя бы дают развернуться еще что-то почувствовать себя что ты входишь в свою квартиру распределиться по пространству здесь площадь коридора огромная функционала у коридора я прошу думать при планировке таких квартир на функционал потому что как я уже сказал целом предложение в новостройках довольно редкая если его проработать исключительно правильно с пониманием портрета потребителя то оно должно уходить с рынка при ценнике макаровского довольно неплохо друзья я разобрал планировки которые находятся в секции 1.5 жилого комплекса макаровский помимо этого там есть много секций те которые сданы а также те которые еще будут строиться сдаваться и продаваться я посмотрел практически все и на примере моего разбора вы убедились какие там планировки в принципе они везде плюс минус одинаковые ну например в секции 1617 я делал отдельный разбор вы вы можете посмотреть по ссылочке что из этого получилось а в целом вы понимаете что для того чтобы получить комфортное жилье нужно делать перепланировки или требовать изначально от застройщика удобную комфортную планировку обращайте на это внимание требуйте от застройщика удобной планировки и включайте голову обращайте на это внимание не только должны быть красивые подъезды и не только должны быть замечательные привлекательные фасады должна быть удобная комфортная планировка пространство должно быть удобным ведь именно там вы живете в квартире все должно быть удобно да пребудет с вами муза мой юный падаван получается что рядом здесь купить что-то подобное не что-то подобное с точки зрения концепции пока нельзя очень ждем бруснику я думаю что она откусит часть целевой аудитории макаровского и ради этого мы встретили здесь на квартире несколько человек комиссия но как только мы сюда зашли строитель нам заявил это не мы мы ничего исправлять не будем мы вам ничего не должны это вы накосячили и ушел а